Так, ну что, мне разрешено начать трансляцию. Так, где Юлия Сергеевна? Так, давай посмотрим. У нас всех троих видно, нет? Меня видно, Синьку видно, а тебя нет. А вон там за моей этой. Ну, дело в чем. Сегодня у нас бенефис Арсения Николаевича. Так, Синя, сейчас ты займешь на место, я только тебя представлю. Значит так, друзья. Десять минут называется работа молодежи. Вот, сейчас я уступлю свое место. Почему? Потом будет понятно, что дела у нас в стране настолько плохи. Или мы быстренько эту порцию, вот эту вот выучим, или она вообще ничего не светит. Я на полной серии заговорю. Алексей Николаевич, уступай в свое место пока на десять минут, надеюсь потом на всю жизнь. Все веселись. Все веселись, так? Давай. Опа. Так, сейчас я посмотрю, видно тебя или нет. Дело серьезное, друзья, так что ничего не удивляйтесь. Ну, нет, народ, 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 народ. Сейчас. О, пойдет? Да, пойдет. Ну, правда. И куда выходить? Вот сюда вот? Вот, вот, да, сюда. Все, я молчу и все, молчу и все. А, что хочешь? Здрасте, здравствуйте. Ой, я живой парень. Я пускаю, пускаю. Я не знаю. Что ты там делаешь? Я... Здесь я нахожусь в церкви. Меня здесь... Крестят. И вот это я. А это моя сестра. София Мутовина. Это я. С абрикосом королевским. С королевским. С абрикосом королевским. Это вот моя сестра. Она играется в песочнице. Это мы со своим братом. Играемся возле деревьев, на котором растет слева сувенир Востока. Здесь вот некоторые могут увидеть на этой картинке маму мою. И она сейчас очищает косточки абрикоса от мякоти. Она ложит косточки... Она очищает мякоти. И ложит ее в одно ведерко, а косточки в другое ведерко. Это мы. Вот я, моя сестра двоюродная и моя троюродная сестра. Мы мешаем работать. Это прокомментирует дед. Так. Сейчас... Давай, ладно. Раз ты командуешь, я подчиняюсь. Значит, на этих двух фотографиях вы видите человека, который принес огромный вред в стране. Вот. И везде и всюду, по всем местам пропагандируется обрезка ради обрезки. В стране, где уничтожено больше 90% лишен, причем, я считаю, уничтожено насильственно, с помощью казни. Вот. Учеба с учебой. Сеня слушает тоже. Значит, уже деревья зацвели. Это значит, сокодвижение закончено. А ей мешает вот эта ветка. И она сейчас начнет доказывать, что эта ветка дерева не нужна. Вот. И закончат сокодвижение. В это время раны не вырастают. И ее работа продолжается. Причем, смотри, что здесь получается. Обрезка кладовок деревьев. Вишня весной. Вот. А весна закончена. Весна закончится вместе с сокодвижением. Вот почему я вот это подчеркнул. Зачем ты тут должен сказать? Чтобы мешать. Это здесь ты мешал. А вот здесь ты помогаешь. Дело в том, что ты должен нас сменить. И как можно быстрее, так твое поколение. У нас есть провал. Среднее поколение. Вот. Они уже полностью их мировоззрение уничтожено тем, что они знают точно, что деревья неправильные. Их надо лечить каким способом? Секатором. Ну, это примерно как взять пальцы отрезать и сказать, я обеялись. Вот палец загновился. Отрезем сразу руку и все. Вот. И вот получается следующее. Вот это вот. Теперь обрезка яблони. Когда? Ну-ка, давай смотреть. 14 октября 2007. Вот. Перед самой зимой больше, чем треть миллиона человек. А сейчас уже явно будет миллион. Потому что это было давно. Так. За 4 года миллион получится. Человек популярный. И получается так, что вот такая яблони, которой нет ни одной лишней ветки. Я пытался. Она не обнаружить, но обнаружить не смог. Ну, не смог. Нету ни одной. Она все равно умудрилась лекцию прочитать, якобы. Вот так вот было. Причем осенью. А уже весной не зарастает, сколько движение закончится. А осенью, это вообще. Впереди морозы, и все получившиеся раны начинают гноиться. Мерзнуть. Это моя крестная мама. Ее зовут Даша. Дарья Мутовина. Она собирает абрикосы. А здесь мой брат. Он тоже собирает абрикосы. А абрикосы называется абрикосы жердель Украины-Сибири. Это моя мама. Она сначала сушит вот эти вот косточки, а потом их складывает в пакет. А потом? А потом мы их продаем. Вот это моя тетя, а это моя сестра. Моя сестра делает посылку, группу для посылки. А Даша оформляет посылку. Это я делаю стратификацию. Слова такие же дальше. И стратификация должна храниться в холодильнике где-то два месяца. Это моя мама, и она собирает груши дикие уссурийские. И эти груши, они могут выдержать температуру настолько морозную, то что ну где-то минус пятидесяти градусов может выдержать. Вот они. И зачем они нам? Они? Не знаю. Чтобы выращивать? Чтобы выращивать? И придумать. И придумать. Это мой брат, Тимоха. Тимофей Мутофин его зовут. Он выравнивает ветку, потому что она захотела расти по-своему. И он ее выравнивает, чтобы она, чтобы ей было хорошо, и у этого дерева ничего не болело. это моя сестра София. Она собирает черешню, которую уронили птицы. Получается, птицы, они не только воруют у нас, они приносят нам вред, вреда чуть-чуть, но еще нам помогают. Вот это она собрала. А это моя троюродная сестра Валерия Сергеевна. Ее папу зовут Сергей Железов. Это сын моего укрестного папы. Это мой дед. Он же и дед. Посонесите с дедом. Вот это вот так сказать вот те косточки, которые наверху вот эти вот это брак. У них внутри ничего нет и мы их выбрасываем. А вот эти вот косточки, которые на них пошли, у них есть внутренности и мы их оставляем. Вот это косточки, которые мы выбрасываем. Вот это мой брат, он собирает манджурские орехи. А вот об этом я говорил, когда показывал себя. Вот когда ты достаешь и когда проходят эти два месяца, побольше сделаем. Вот. Вот. Там в них прорастают корешки вот такие вот. А вот это вот птицы плюют яблоко, а люди думают, что это болезнь. Вот так вот делать нельзя. И вот так вот делать нельзя, потому что эта вода сгноится. И тогда и вот так вот нельзя короче делать. Скажи прямо, гнойник получается. Тогда она гноется, эта вода. А нужно эту воду лить на холмы. Знаешь, слушай, я уже слышал. вот эти вот орейки я клою раздавливала. Не знаю, как сказать. Я если короче сказать, то тогда я делаю лекарства деду. Как называется этот сорт, не помню. Вроде бы сын манджурца или просто манджурец. Помню, это надо. Это брат и сестра. Они балуются. А я профессионал. я хожу над судом. Молодец. А вот это вот яма, которую мы выкопали, чтобы туда бросать мусор. Мы не отдаем это машинам, которые увозят их на свалку, потому что так мусор, они вот эти машины, они увозят на свалку этот мусор, его там бросают. И тем самым они загрязняют нашу планету. И вот каждая мусоринка, каждая штучка, каждая пластмасса, все, что вот сюда выбросено, это удобрение. Насчет пластмасса ты немножко загнул. Кроме стекла и пластмасса. Ты где-то слышал? Кроме стекла и пластмасса. Вот он может на скрыться. Вот. Все. Дальше? Дальше? А все, Дальше начинаешь это. Так, ну, короче, смотри, мама за тебя волновалась. Дело в том, что ты сдавал экзамен сегодня. Ты не знаешь этого? Смотри, значит, мы тебе, все-таки мы как бы фирма солидная, наша страна знает. Первое. Я тебя поздравляю, дай руку. Ты получаешь гонорар. Сегодня ты заработал 300 рублей как лектор. Это не значит, что все так просто. В какой-то степени это аванс. Но ты сейчас людям дал несколько ценнейших сведений. Ведь это же впервые. А ты знаешь, это самое, сыночек, ночечек. Многие, немногие, но таких нашлось 10-15, они от меня получили кости еще осенью. И на зиму засутирули. Сейчас у них все взошло. Вместо того, чтобы у меня благодарить, потому что значит, все покачитает, они в шоке. А что теперь делать на улице снег лежит? Вот. Так что твой совет за два месяца до апреля. Начинаем сорсировать то, что ты делал. И второе. Вот эта книга, новая книга, сейчас таких книг их немного. Покажи людям вот так, туда в мазок. Вот. Вот такая. Вот такая. Вот. Значит, когда-то она будет аритетная. И что здесь написано? Любимому внуку и крестному сыну. Вот. Арсению от автора книги с пожеланиями стать настоящим мужчиной и садоводом. Вот. И еще написал дату в день дебюта на вебинаре. Еще раз поздравляю тебя с тем, что ты состоялся как лектор. Один раз запнулся. Ну, это простительно. Ладно. Ну, уступай место деду. Спасибо большое. Да, это тебе спасибо. Вот. Это не шутки. Когда-то ты скажешь, через 20-30 лет скажешь, если бы я не прочел первую лекцию 10-минутную, вот. Может быть, я бы и не сдался до воду. Это такие вещи закладываются в память. Деда. Да. А ты сколько будешь вести этот вебинар? Общий слой в 3 часа. Можешь, пожалуйста, на 30 минут меньше или на час, потому что тебе плохо может стать. И вот поэтому лучше, если плохо тебе станет, выпьешь таблетку и побыстрее ложись спать. Если ночью еще плохее станешь, станет, то тогда звони нам. Слушай, ты бы о маме так заботился. Ну, спасибо. Я не ожидал у тебя таких слов. Итак, вебинар проводи 20-го часа. Ну, ладно, посмотрим. Так, значит, смотрите, я предлагаю вам еще полчаса послушать. Ну, ты не сможешь долго. Вот. И я вас отпускаю, сегодня прекрасно чувствую, давление померено, таблетки выпиты, все. Дедар, где деньги? Мне еще маме 100 рублей надо дать. А, ты уже вспомнил, что заработал, вон там на кухне лежат. Уже ждут. А почему маме 100 рублей? Потому что, ну, нечестно как-то, я заработал больше, маму я должен меньше заработать. Слушай, ты уже стал такой, что это самое. Был бы, как все. Лучше всех. Лучше всех. Ну, ладно, давно ли я тебя ревнил. Грозился, грань. Грозился, грань. Все, Так, все, у нас с работы, некогда нам ляшу точить. Еще раз поздравляю. Вот, мы с твоей мамой еще посидим, полчасика, потом я вас отпущу, ладно? Все, не я.